Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Львира Фазлива. И сегодня мы расскажем о гибели пенсионерки под колесами легковушки. Просто женщина перебегала, и она уже в постойный момент в потоке ее увезла. Пожилая женщина перебегала трассу в неположенном месте. Покажем, как задерживали подозреваемого в стрельбе на улице Островского. Один человек тогда погиб, второй был тяжело ранен. А также надевал купальник и приставал к девочкам. Подошел сзади и ударил ее по бокам. Так получилось. 34-летний мужчина сознался в серии развратных действий. Это и не только. Прямо сейчас. 62-летняя женщина попала под колеса автомобиля «Лада Калина» в Зеленодольском районе. От полученных травм она скончалась на месте. Как рассказали очевидцы, женщина перебегала дорогу в неположенном месте сквозь плотный поток машин. 31-летняя девушка за рулем отечественного автомобиля увидела ее в самый последний момент. С места трагедии репортаж Айрата Назипова. 62-летняя женщина в результате наезда получила травму, несовместимую с жизнью, и скончалась на месте происшествия. До ближайшего надземного перехода несколько сотен метров. Однако женщина туда не пошла. Вместо этого она перешла дорогу в неположенном месте. Итог оказался трагичным. Авария произошла около 7 часов утра. В это время движения на трассе в сторону города обычно оживленные. По рассказам родственников автоледи, избежать наезда на человека у нее уже не было возможности. Она, как говорят, по левой полосе двигалась. Просто женщина перебегала, и она уже в последний момент в потоке ее увезла. Можно ли было избежать трагедии? Куда так торопилась женщина, что не побоялась так перебегать дорогу? И на какой скорости двигался автомобиль? Ответа на эти вопросы предстоит найти уже следствию. От них будет зависеть степень ответственности водителя легковушки. Айратнотип Константин Буршуев. Вызов 112. Крупная авария произошла сегодня днем на улице Гвардейская. Лада Гранта попала под трамвай. Легковушку от удара буквально смяло. Водители пассажира отечественного автомобиля с подозрением на сотрясение головного мозга были госпитализированы с места происшествия. Других пострадавших в ДТП не было. Полную картину произошедшего, вероятнее всего, придется устанавливать на разборе в госавтоинспекции. Задержан подозреваемый в убийстве одного человека и огнестрельном ранении другого в центре Казани. Выстрелы прогремели на улице Островского вечером 25 декабря минувшего года. Конфликт произошел между тремя мужчинами, один из которых несколько раз выстрелил в оппонентов. В результате стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение в голову, от которого он скончался в больнице. Другой с тремя огнестрельными ранениями живота был госпитализирован. Нападавший тогда скрылся. Рамиль Шайдулин о задержании и предполагаемых мотивах преступления. Он почти полгода находился в федеральном розыске, а жил совсем рядом в пригороде Казани. Как установили полицейские, подозреваемый снял квартиру в жилом комплексе в Зеленодольском районе. Там его и задержали. Это была совместная операция полиции, ФСБ и Росгвардии. Во время проведения обыска по месту жительства у него были обнаружены пистолет и наркотические средства, которые изъяты и направлены для проведения экспертизы ВКЦ МВД по республике Татарстан. Свидетелями преступления стали множество очевидцев. Все произошедшее было зафиксировано и камерами наблюдения. На съемках видно, как к стоящему автомобилю подходит человек и стреляет в водителя. Он попал ему в плечо и заставил выйти из салона. В завязавшейся драке нападавший стреляет опять, уже в голову. Водитель Ниссана позднее скончался в больнице. Пассажир иномарки попытался остановить мужчину, но получил три огнестрельных ранения в живот и бедро и был госпитализирован. По предварительным данным, мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан Римжану было предъявлено обвинение в убийстве, и покушать по убийству двух или более лиц, а также незаконным хранением оружия. Сейчас задержанного 55-летнего Рината Римжанова передали следователям, и в ближайшее время они планируют обратиться в суд для избрания меры пресечения. Рамиль Шайдулин, Айрад Надзипов и Константин Бушуев. Вызов 112. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения человеческих останков на улице Мусина. О страшной находке сообщили рабочие во время ремонта теплотрассы. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине. Предположительно, его смерть наступила до 2012 года, когда последний раз ремонтировалась теплотрасса. Кроме того, при нем обнаружены документы, датированные 2011 годом. Сейчас кости отправлены на экспертизу. За развратные действия в отношении подростка будут судить 45-летнего казанца. По версии следствия, в мае минувшего года мужчина зашел в автобус 90-го маршрута и стал трогать 15-летнего мальчика. После этого он вышел на улицу. О произошедшем подросток сообщил родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тарсан мужчине приявлено на обвинение в совершении развратных действий. При этом причастность к совершению преступления он не признал. Следственным собраны достаточно доказательной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Казани задержали 34-летнего казанца, подозреваемого в серии развратных действий в отношении школьниц. Сейчас жертвами мужчины, по версии следствия, становились девочки в возрасте 11 и 12 лет. По одним данным, он подходил к детям сзади, нарядившись в женский купальник. Обо всем по порядку в репортаже Нафисы Минязовой. Увидел девочку и подошел сзади и ударил ее по бокам. Так получилось. Потом что произошло? Потом она закричала и я убежал. 34-летнего казанца подозревают в совершении сразу нескольких преступлений. В поле зрения правоохранительных органов он попал 13 мая. Тогда, по версии следователя, он совершил развратные действия в отношении двух 12-летних девочек. Он, как правило, прятался в кустах и подходил к ним совершенно неожиданно. При этом к одной из них он подошел, предварительно сняв футболку, под которой находился купальник. Для удовлетворения своих потребностей мужчина выбрал район улиц Серова и Батершина. Рядом находятся школа и гимназия. Вскоре подозреваемого задержали. В ходе обыска его квартиры оперативники обнаружили женские купальники и детские вещи. Выяснились и другие подробности жизни задержанного. Кроме того, были установлены аналогичные факты нападений на девочек 12-летнего и 11-летнего возраста в 2017 и 2018 году. Задержанный свою вину полностью признал. На допросе он заявил, что у него никогда не было друзей и он никогда не встречался с девушками. Следственным управлением СКР по московскому району города Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера». Кроме этого, мужчине предъявлено обвинение по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». Сегодня Кировский районный суд Казани избрал ему меру пресечения. Следователь ходателся о избрании меры пресечения в отношении данного гражданина сроком на 3 месяца до 14 августа 2019 года. Суд данный ходателся удовлетворил, однако только заключил его под стражу на 2 месяца, то есть до 14 июля 2019 года. Впрочем, следствие считает, что подозреваемый может быть причастен и к другим преступлениям. Всех, кто обладает сведениями о совершении им каких-либо противоправных действий, следователи просят обращаться по телефону, указанному на экране. Нафиса Миниазова, Айрат Назипов, Даниил Филатов, Вызов 112. Избили до смерти знакомого и надругались над ним. Тело 27-летнего мужчины со следами побоев и признаками сексуального насилия обнаружили на улице Почтовая в Зеленодольске. В совершении преступления следователи подозревают двух знакомых убитого. По версии следствия, подозреваемые подкараулили мужчину, избили, а затем совершили в отношении него действия сексуального характера. Все происходящее снимали на камеру телефона. После этого предполагаемые злоумышленники скрылись и планировали покинуть страну. Однако были задержаны. Один из них признал свою вину частично, другой все отрицал. По предварительным данным, преступление совершено на почве ревности к подруге. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Республики Тарсна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение смерти по неосторожности, а также насильственное действие сексуального характера». Настоящий момент судом по ходатайству следствия в отношении их избранных мероприятий в виде заключения под стражу. Зашел в магазин, купил воду и оказался в руках полицейских. 30-летнего мужчину задержали вечером в одном из магазинов на улице Галимджана Боруди. Красть он ничего не пытался, не буянил и витрины не бил. Сотрудники магазина заподозрили, что именно этот мужчина раньше совершил у них несколько краж и вызвали стражи порядка. Алия Хайруддинова продолжит. Молодой человек утверждал, что искренне не понимает, за что его могли задержать. По его словам, он просто зашел в один из магазинов на улице Галимджана Боруди. Но про спиртное даже не думал. А вы в магазине что-то хотели купить? Вот водичку купили. И купили? Да. Заплатили? Да. Но при выходе, говорит, его задержали полицейские. Они же рассказали, что подозревается он ни в одной краже. Мол, воровал и ранее. Просто сказали, что якобы я там что-то украл примерно две недели назад. Однако своей вины молодой человек не признал ни в одной из предъявленных ему краж. Сейчас едем, да, возил полицию для вызова. Полицейские заподозрили, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. Поведение его было не очень адекватно, а алкоголем от него не пахло. Все это теперь и предстоит выяснить стражам порядка. Алия Харудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.